Всем привет! Здрасте, Константин. Здрасте. А что это ты весь в блестках? А я модный. Вот мы сегодня с модным Константином будем изучать очень важный аспект в истории религии. Он, конечно, для широкой публики в Европе не так сильно заметен, как, например, легенды индуизма, видизма, буддизма. Но он гораздо важнее в том смысле, что его исповедуют, вот этот аспект. В процентном отношении гораздо больше людей, чем те люди, которые серьезно разбираются в аспектах индуистской или буддистской религии. 100% жителей Юго-Восточной Азии, это без привлечений, без ошибок, исповедуют данную форму религии. И я еще хотел сказать, что это кусочек материала. На самом деле про тайское язычество, которое смешано с буддизмом и индуизмом, у нас получится полноценных, наверное, 3-5 серий минимум. Это вот кусочек, то, что мы прямо сейчас смогли найти, собрать и вам ими показать. Сегодня непосредственно про небольшую часть языческой культуры, которая называется домики духов и можно назвать их деревья духов. Здесь, если вы путешествовали по Таиланду, по Бирме, по Лаосу, по Камбодже, вы видели кукольные домики, везде стоят. Возле каждого массажного салона, фабрики завода, бизнес-центра, банка, живого дома. Монастыря. Монастыря, буддийского, стоят домики духов. Вот мы сейчас немножко про них подробнее. Если вы не видели и не были здесь, в этом регионе, вот вам картинки. Причем разные картинки. Значит, какой момент? Местные жители самых, это получается еще со времен... Это что, это даже раньше неолита, да? Это все отголоски палеолитических верований. На прямую завтеки, которые пришли сюда. Да, ну как с людьми вместе они пришли сюда, конечно. Это палеолитические верования, которые мы знаем под тремя основными названиями. Они, конечно, друг с другом пересекались, но это три основных типа. Анимизм, одушевление всего. Фетишизм, одушевление предметов, то есть фетишей, то есть амулетов разнообразных. И это тотемизм, то есть одушевление животных и обожествление оных. А татуировки куда? А татуировки, это безусловно фетишизм. Тем более ты знатный фетишист, поэтому есть о татуировках. Я расскажу много, да. А ты мне скажи, это сколько годиков примерно этой культуре? Ну мы точно не знаем, когда появляется вообще религия, как религия в полном смысле слова. То есть поклонение чему-то нематериальному. Потому что мы знаем, что из этнографических данных, что и фетишизм изначальный, и анимизм изначальный, и татуизм изначальный, это не одушевление чего бы то ни было. Если, например, поклонялись священному дереву, это не значит, что в нем жил какой-то дух. Они просто не знали эти, давайте их называть условно так, дикие индейцы, про то, что там есть какой-то дух. Они знали, что просто есть офигенно старое и огромное дерево, которое пережило уже 52 вождя. Вот поэтому ему и поклонялись. Или какой-нибудь там дикому буйволу, который может кого угодно забодать. Ну, льву понятно, даже не нужно объяснять. Соответственно, амулет. Это был амулет не потому, что в нем какой-то дух, какая-то магическая сила, а просто потому, что это вещь, например, зуб крокодила. Или особо искусно вырезанный какой-нибудь камушек. Или очень красивый, например, драгоценный камушек. Вот ему поклонялись и его считали чем-то полезным именно в силу его конкретных физических качеств. Когда их научились наделять, собственно, душой, то есть нематериальным, обожествляемым каким-то нечто. Вот это огромный вопрос. Вот прямо конкретно огромный вопрос. Я думаю, на 100% никто на него ответа-то и не даст. Но это в любом случае вопрос десятков тысяч лет до нашей эры. Вот про амулеты ты сказал. Посмотрите обязательно фильм. Он приведен на русский, но его название почему-то варьируется. Есть такое, как любовь юной нага, есть юная нага, а есть нга-нга, нга-нга. Или на-на, да, на-на. Ну, тайцы говорят на-на, то есть буква Г, она четко не произносится. Вот, и там вот эта вот главная героиня, юная нага, она превратилась в очень сильную ведьму после смерти. Пришел монах с специальной стамеской с зубьевым, выбил у нее лобную часть черепа, вот эту. Ее полирнул, хорошенько высушил и сделал очень сильный амулет, в котором теперь живет сила этой колдуньи. Также, например, у меня есть амулет, к сожалению, я у дома оставил, клык медведя. И в нем, естественно, живет сила медведя. И мне прям шаман сказал, вот, говорит, когда на хорле едешь в дальние расстояния, обязательно одеваю, у тебя будет всегда ровно прямая дорога, потому что медведь везде идет ровно, и он же никого не боится. Он не обходит ничьи территорию. Слова обходит. Так, тут нет, имеется в виду медведь, который тут у нас живет, в лесу. А, да хотя я не знаю, они обходятся, она не обходит, но по-любому он сильный и смелый. Да. И вот в этом, собственно, клыке содержится, в следующей передаче про амулеты будем рассказывать, покажем обязательно, в этом клыке содержится сила, некая часть силы этого медведя. Сегодня про конкретный элемент. Это деревья, в которых живут духи. Их очень легко узнать. Вы перемещаетесь по любой стране Юго-Восточной Азии, видите дерево, обмотанное разноцветными тряпками, и там много-много подарков. Много домиков, Навальный, много каких-то куколок, да. Кто не был, вот вам картинку прикрепляем. И про домики духов. Мне очень на Бали нравятся домики духов. Они больше, чем домики для людей. Больше, чем на Бали, вообще надо добраться. Там глубочайшая культура. Одна из древнейших языческих сохранившихся вообще на планете Земля, потому что туда люди попали очень рано, и они там были в изоляции все это время, и они не могли смешать и растворить свою культуру в других. Но это надо ехать туда на полгодика, чтобы более-менее вменяемо там как-то изучить. Потому что, опять же, письменных источников, к сожалению, есть, но очень сильно все разрознено. Там очень все красиво, очень интересно. И похороны, и всякие обряды, традиции, и они в чем-то схожи с местными, в чем-то отличаются. То есть, индуизм там повлиял, но не на 100%, как здесь. Так вот, как появляются домики духов? Когда вы строите любое помещение, это фабрика, завод, банк, дом, сауна, не знаю, там, мотороллер вы, кстати, купили, да? Машину вы купили. Лодку. Лодку. Туда обязательно, рано или поздно, поселится дух. Какой это будет дух? Злой, и он будет вас кошмарить, пугать ночью, питаться вашим здоровьем, делать вам выкидыши. Местные люди, например, верят, что даже рак может появиться из-за действий, активности такого духа. Или это будет добрый дух, который будет вам помогать зарабатывать деньги, быть всегда здоровыми, счастливыми. У вас будет все хорошо работать, если вы понимаете, о чем я. Детишек много будет, много будет клиентов, если это магазин. Это вопрос. То есть, кто попадет? Случайно кто-то может залететь, кто угодно, да? Поэтому тут существуют специальные шаманы. Их много разновидностей. Вот специализируются именно на отборе, на селекции духов, да? И приглашении их в какое-то место. Допустим, вот нам в отель, вот где мы сейчас в отеле, да? Мы на острове. Нам нужно поселить доброго духа, чтобы он помогал, подманивал клиентов, чтобы все было хорошо. И отпугивал, главное, злых духов, да? Приглашает специальный шаман. Его зовут Ресси. Это санскрит, опять же. Что это на санскрите обозначает, к сожалению, мы не знаем. Это мудрец означает. Мудрец. Реши. Реши изначально было это. Значит, это может быть дедушка. Фотки мы прикрепляем. Который выглядит весьма экзотически. Весь в бусах, в амулетах, в татуировках. В дредах. Но одновременно роль Ресси может играть буддийский монах. И это не запрещено. Это с нашей точки зрения очень странно, да? Вот. Вот такого дядю приглашают на объект. Он ходит кругом. Причем он... Ну, я одновременно очень плотно общался. Именно с целью изучить, да? Он может выкурить за 15 минут пачку сигарет. Он прям берет по 3-4 сигареты. И в больших количествах он употребляет то, что здесь называется мак. Это такой орешек. Плод орековой или ораковой пальмы. Это не тот мак, который мы подумали. Да, он не считается наркотиком. Он не запрещен. Он действует как кофе, только наоборот. Он очень сильно расслабляет полностью. Понижает давление, расслабляет весь организм. Ну и, видимо, давление так сильно падает, что человек ловит какие-то галлюцинации. Возможно, я так думаю. Ну вот он ходит-ходит вокруг. И говорит. Так. Я у вас тут увидел двух духов. Я их сейчас прогоню. Сейчас я проведу обряд изгнания экзорцизма. И увидел одного хорошего. Он за тем вот деревом прячется. Я вас сейчас позову. Надо ему создать все условия. Я сейчас с ним пообщаюсь. Скажу, что надо ему. Вы создадите все условия. Меня еще раз позовете. Я уже ему устрою обряд новоселья. И все будет хорошо. Расскажу, как за ним ухаживать. Значит, он вступает в некий транс. Опять же, я наблюдал это много раз. Но я не врач. Поэтому я не могу сказать. Человек притворялся. Это шизофрения? Или это действительно транс? Или это был приступ эпилепсии? Как это выглядит? Человек может корчить, курежить. У него могут те слюни закатываться. Глаза. Он может палец трястись. Его держат. И он может менять модуляцию голоса. Как в фильмах ужасов. Допустим, там девушка. Я однажды видел, как в девушку вселился дух. Об этом попозже. Она говорила практически мужским голосом. Но в принципе в этом ничего такого особенного нет. Ну в плане, что это любая девушка. Может, это не что-то такое волшебное. Вот. Он общается с духом. И выдает список заданий водительцам дома, офиса, квартиры, отелей. Или неважно. Завода, фабрики. Они все устраивают. Второй вариант. Как это может произойти? Мы с вами построили дом. И просто вот мы сидим, ужинаем. И вдруг я такой... Отвалился. Лежу, дергаюсь, корчусь. Ты такой... Что случилось? Что раз почти ко мне? Хлоп-хлоп. Например. Я прихожу в себя и говорю со мной. Только что говорил. Причем они всегда говорят на языке тех, с кем они говорят. Всегда со мной сейчас говорил некий голос по-русски. Он сказал. Привет. Я дух. Меня зовут, допустим, Коля. Поставьте мне домик. На западной стороне от вашего отеля. Я люблю красные машинки. Я люблю играться с петушками. Мне нравятся конфеты холодок. И жвачки турбо. Вот. Раз в неделю хотя бы мне давайте. У вас будет все просто отлично вообще. И мне не нравится, когда возле моего домика шумят после 10 вечера. То есть, как бы, требования могут совершенно любые. От конкретного вида виски, конкретного бренда шоколада до даже... Он может попросить монетки. Допустим, я люблю монетки только по 5 бат и только юбилейные. На которых там изображена ступа короля Рамы Пятого. Причем мы сейчас это рассматриваем не с точки зрения магии, естественно. Мы с точки зрения этнографии и антропологии рассматриваем. Я такие случаи видел. То есть, в деревне растет какое-то огромное, очень-очень древнее дерево. И местные жители думают, что похоже, там живет дух. Они начинают вступать с ним в контакт. Переходят, кладут ему что-то. Еды какой-то, благовония, цветы. О чем-то у него просят. Но как дух и зовут, что он любит и на чем он специализируется. Духи специализируются очень часто на чем-то конкретном. Они не знают. И вот я присутствовал однажды. Сидит там человек 50. Вдруг одна девушка такая хлоп. И начала вся трястись. У нее пены изо рта. Глаза закатываются. Она прям басом начала говорить. То есть, это как будто бы в нее вселился дух. И с ней и с окружающими через ее тело сейчас разговаривает. И вот он там что-то сказал. Я люблю вот это, вот это, вот это. Несите мне вот это. А делать я могу вот это, вот это и вот это. Бывают духи, которые специализируются только на решении проблем с бесплодием. Бывают духи, которые специализируются только на потенции. Ну, в смысле решение проблем с потенцией. Да, там надо приворожить хорошую тетю. Нужны деньги. Нужны клиенты. Ну, нужно стать обаятельным, привлекательным, красивым. Да, например, там Красноречие. И много-много всякого другого. Есть даже где-то в Исаане дух, который специализируется только на проблемах опорно-двигательного аппарата. Очень полезный дух. И к нему со всей стороны... Исаны это граница с Лаосом на севере Таиланда. И к нему со всей страны реально едут. Однажды мы с женой путешествовали по провинции Кончинамбуре и в магазине 7-11. Это просто круглосуточный маленький магазинчик, их сеть по всей стране, да? Я увидел, что стоит девушка, у неё на руках какой-то странный ребёнок. Подошёл поближе, увидел, что это не ребёнок, а кукла. Ну, не просто кукла, а такая массогабаритная модель. Вот мы фоточку прикладываем. Значит, оказалось, что у этой пары, этому жену, у них бесплодие. И они едут на севере Таиланда. Есть храм буддийский, в котором живёт языческий дух в дереве, который помогает от бесплодия. Но ему нужен обмен. Хочешь ребёночка, надо отдать ребёночка. Причём не просто ребёночка, а этот дух любит золото и алмазы. Поэтому кукла, посмотрите на фотографию, она была вся в браслетах, в цепочках, в колечках. Я немножко разбираюсь в камнях, биллианты были настоящие. Они были маленькие, серые, мутные. Ну, то есть, дешевле, чем обычно, да? Но они были настоящие всё равно. Мы были потом в этом храме, к сожалению, фоток у нас не осталось. Там прям тысячи этих кукол, они все в золоте, в биллиантах. Монахи это всё не берут. Считается, что как только ты у духа возьмёшь, в принципе, всё. Ты себе подписал смертный приговор. Причём не просто смерть, а смерть в страшных мучениях. Типа там какая-нибудь острая адская форма рака у тебя будет, и там понос бесконечный, и всё такое. Так вот, следующий момент. Вот, или кто-то из прихожан, или рыси, да, мудрец вступил в контакт, или монах, который является именно рыси, вступил в контакт с местным духом, выяснили, что ему нужно. Вторая стадия. Нужно привезти дом, где будет жить, собственно, сам дух. Жить с вами в вашем доме, или в вашей квартире, в вашем отеле он не может, потому что вы ночью шаритесь по дому, включаете музыку. Он, допустим, не любит хэви-метал. Или, например, кто-то... Любит только Бетховена. Да, кто-то подолгу занимает туалет, он будет нервничать. Поэтому ему нужно своё отдельное жильё. Плюс, плюс, тут всё сложно, поэтому я долго подробно рассказываю. А помимо духов, которые просто вот дикие бегают вокруг, есть духи умерших. Если дом новый, то у вас в доме их нет. Да? Ну, там никто не жил, понятно, логично. Если дом не новый, в нём умирали бабушки, прабабушки, прапрадедушки, сто процентов у вас там остались духи. Почему душа не уходит на реинкарнацию? Почему она остаётся в виде привидения в доме? Шарится по дому бабуля, например, да, умершая? Потому что ей не повезло, и произошёл факт неосознанной смерти. Знаешь, что это такое? Да, конечно. Расскажи, пожалуйста. Неосознанная смерть – это ужасная штука для буддистов и индуистов некоторых, в том числе. То есть, мы знаем, это индийская тема, что после смерти душа должна пойти на новое перерождение. Или, если это был суперсвятой человек, возможно, не пойти ни на какое перерождение, а раствориться в сансаре. То есть, выйти из… Прошу прощения, раствориться в нирване. Выйдя таким образом из круговращения перерождений сансары. Но, если человек к этому вопросу вообще-то готовился сознательно, то есть, старался делать всё хорошо, правильно молился, приносил нужные жертвы, если мы поговорим про древний индуизм, или соблюдал диету, пост, если мы говорим про джайнизм, например, или про буддизм. Словом, он готовился ко всему этому, и вот ему там поплохело, он поехал в больницу или не поехал в больницу, значит, дома среди умерших родственников. А умер, были произведены все необходимые обряды, то есть, над ним читали правильные мантры, курили правильные воскурения. Короче говоря, он конвенциональным способом отъехал на тот свет. Вот у него шанс пойти на следующее перерождение равен 100%. А если вдруг он ехал на мотоцикле, и в него въехал КАМАЗ навстречу, или не навстречу, а ещё хуже, сзади, то есть, он даже не успел понять, что происходит. Или во сне умер. Или во сне внезапно умер, или там какой-нибудь бандит из снайперской винтовки им в голову выстрелил по непонятным причинам. Или он впал в кома, а потом умер. Да, ну, короче говоря, вот без... Ну, как, в кома, если впал, тот окружающий видит, над ним могут произвести все необходимые обряды. Это, кстати, не так страшно. Окружающие-то могут пособить всегда. А вот если вот раз, бам, и нет внезапная смерть. Ну, инсульт какой-нибудь там, да, там, и всё. Да, всё, у вас ни подготовки, ничего, и душа непонятна. Она вот у вас попадёт в колесо сансары, как положено, или она останется здесь. То есть, нет, она, конечно, по всем индуистским понятиям, 100% эта душа всё равно в любом случае попадёт на перерождение в следующий раз. Это железно, но, возможно, она тысячу лет будет обречена бродить по этому салму-дому. Или 10 тысяч лет, или 100 лет. Ну, короче говоря, какое-то такое долгое время. Не бесконечно, долгое время. Потом всё равно, конечно, её засосёт куда положено. Так вот, поэтому очень часто можно увидеть, когда стоит один домик духов, а можно часто увидеть, когда их два. Один повыше, другой пониже. Посмотрите на фотки. Да, вот который пониже, туда тоже особым образом, пригласив монаха или шамана, или монаха-шамана, туда поселяют бабушек, дедушек, которые застряли здесь. Не улетели на реинкарнацию. Есть ли они, вообще, улетели они, не улетели, как это узнаётся? Ну, обычно, вы, наверное, слышали тоже такие сказки, приметы, рассказы, россказни, слухи, что вот бабушка померла, а кто-то звенел посудой, а потом были шаги, а потом было слышно какое-то бормотание в чулане, где бабушка обычно там порядок наводила. Значит, походу бабушка здесь, вызывают специалиста, и он, значит, в американских фильмах он его гоняет просто. Пошла нахер. Вот, а здесь бабушку отселяют, создают ей хорошие условия. Вот, рассказываю, значит, с бабушкой всё понятно. Все знают, что любила бабушка. Допустим, она любила стопочку виски в пятницу вечером, да, и в пятницу вечером ставят стопочку виски в её домик. А если на сериалы любила смотреть? Тут уже ничем помочь не могут, к сожалению. Могут рассказ, пересказ делать, телевизор у неё там не будет. Вот, бабушка, допустим, любила жевать вот этот самый мак, да, ей кладут туда мак. Бабушка любила красные розы, ей кладут красные розы. И в Таиланде в каждом районе, вот дальше всё очень интересно, богато, в каждом районе есть специальный магазин, где можно купить атрибуты для общения с духами. Мы, собственно, немножко прикупили, это, наверное, 3% от того, что вообще бывает, в принципе. Я вот зашёл в магазин, сколько мог, взял. Слушай, а вот у меня такой вопрос сразу. Есть такой остров Самет в провинции Районг, в Бенгальском заливе. А там, ой, прошу прощения, в Сиамском заливе, да, в Сиамском заливе, а там есть отель один, в котором мы любим останавливаться. И в этом отеле есть, естественно, домик духов отеля. Да. Суть по всему, вот по всем признакам, дух страшный шалун. Потому что, значит, я специально фотографировал его домик со всех сторон. Там просто такой склад деревянных фалосов, самотыков, просто самых разнообразных форм, размеров. Фоточку смотрите. Вот там любых, там их вязанки аж просто, это зачем такое? Дух любит что? Есть два варианта. Первый вариант, это дух дядя, у которого при жизни были проблемы с этим. Ага. И он просит ему принести. Второй вариант, это дух тётя, которая любит играть с этим. И тоже просит ей принести. Как бы это так. Так вот, давайте начнём тогда потихоньку с куколок, да? Смотрите, вот у нас есть такие бабушка с дедушкой. Вот, они седые, очень-очень белые, потому что здесь культ белой кожи. Все хотят быть белыми. Даже если бабушка была смуглой, она мечтала быть белой. Вот, пожалуйста. И у них много вон эти золотые бусы, золотые пояса, золотые браслеты. Все, смотрите, аж блястит. И целые горшки с золотом у них. Это что такое? Эти куклы используются в двух вариантах. Первый. Если это домик, который пониже для предков, это прям конкретно ставят куколку, говорит бабушка, теперь ты живёшь тут. Это твоё тело. Теперь бабушка, ты здесь. Вот живи тут, это твой домик, а вот ты. Как это с научной точки зрения объяснить? Это фетишизм чистой воды вообще. Супер фетишизм. Теперь это бабушка, она белая, седая. Смотри, у неё глазки подведены. Смотрите, видно, не видно? Видно, видно. Вот, глазки подведены. Видите, бабушка, чтоб красиво было. Ты так близко не подноси, там камера фокус теряет. Ничего страшного. Вот, дедушка умер. Покупай дедушку, ставят рядом с бабушкой. Теперь они вместе. Есть второй вариант использования этих куколок. Если это домик, который повыше, то домик духов дома, отеля, фабрики, завода. Ну, допустим, давай будем отель всегда говорить, да? Тут немножко другое. Духом отеля не может являться бабушка, которая умерла у тебя дома, если ты хозяин отеля. Потому что она же умерла дома. Она там дома и живёт. Логично. А вот здесь какой-то дух приглашённый. Варяжский какой-то дух. Или призвание варягов, когда произошло, тут тоже призывают чужого какого-то духа, непонятного, с улицы вон, да? И, например, ты приходишь утром, ты уже знаешь, что ему нравится. Ты ему ставишь стопочку Хеннесси, кладёшь чёрные корки ложечку, пять благовоний, закуриваешь гаванскую сигару за 100 долларов кладёшь. Ты говоришь, дух, смотри, я тебе всё принёс, посоветуй мне, как мне увеличить прибыль отеля на 300% в следующем году? Дух из джунглей, он не шарит вообще в этом, ничего не понимает совершенно. А есть у нас люди, которые, как правило, шарят во всём. Мудрецы. Это бабушка с дедушкой, они же во всём шарят. Поэтому эти куколки приобретают второе значение, то есть ты едешь в магазин, покупаешь, это у нас мудрецы, да. Бабуля знает, всегда всё во всём разбирается, всем всё может посоветовать, всех, значит, отругать. Вот им кладут, ставят ему, да, и ты спрашиваешь его, а он спрашивает их. Они ему советуют, и он тебе каким-то образом, или он так всё подстраивает, что у тебя прибыль повышается, или он тебе присылает сотрудника, который всё знает, или даже бывает такое, что он тебе во сне рассказывает. Надо сменить вывеску на гей-френдли-хотел, тогда будет много у тебя клиентов, сын мой. Вот, с этими разобрались. Дальше. У нас есть такой, у нас, у них, у нас, у них, да, в Паттайе есть такой квартал, Нордик называется, там норвежцы его в основном построили и держат. И вот один отель мне очень нравится, там у него домик духов, прям видно, настоящий норвежский дух такой, прям хороший, вдумчивый, нордический, не шалопай, потому что советник у него всего один, т.е. видно, что старость уважает посоветоваться ему не лень, но он сам, в общем, тоже шарит, потому что советников может быть не два, и может быть там 22, а этот один советник, никакого алкоголя нет никогда, у него всё время стоит бутылочка авианаводы, любит сигары, и почти никуда не выезжает, у него всего, по-моему, две лошадки. Один с лотника, и одна лошадка, т.е. домосед, трезвый, хороший... Услитель, бизнесмен. Бизнесмен, хороший, надёжный дух для надёжного отеля с надёжным вложением капиталов. Так, все остальные куколки, которые сейчас буду показывать, это уже двойное назначение и для духа предков, и для духа строения какого-то бизнеса, там, места проживания. Пожалуйста, духу стало скучно, вы его не развлекаете, утром пришли и больше не приходили, он сидит один, там, да, заданий в данный момент у него нету. Как можно давать им задания, это сейчас мы дальше расскажем, мы ещё не благоустроили их жизни, да, мы сейчас занимаемся тем, чтобы сделать так, чтобы наши духи были довольны и дух бабушки, и дух отеля тоже. Тогда мы сможем их о чём-то уже просить. Вот, поэтому есть вот такие танцоры, которые их развлекают, они пляшут перед ними, то есть бабуля сидит, или дух отеля, да, им скучно, она там такая, а ну-ка мне калинку-малинку, где такие, тра-та-та-та-та-та-та, сплясали. То есть тут всё понятно. Далее. Есть такие девочки-мальчики, тоже очень-очень богато выглядят, все посмотрите в золоте они в шелках у них золотые пояса золотые браслеты золотые заколки даже волосах мешочки золотом это домработники он заколка сзади утеченьки видно это домработники то есть надо прибраться в домике духов пыльно бабуля и не охота самой этим заниматься он там а ну-ка ручки сбегайте приберите не прибираются тоже самое дух отеля да надо что-то сделать какую-то работу он сам не пойдет ну как бы это не его уровень он просит то есть сотрудники это просто работники а есть рабы есть такие же люди только не без золота по поисковой и в наручниках золотых кандала к сожалению в том магазине где бы вчера их не продавали может разобрали все еще который не продавали есть дух с которым вступили в контакт он говорит я очень сильно люблю это дело прям очень сильно секс да поэтому него можно там целый отряд танцовщицы головы по пояс тети сидят на полу головы по пояс на коленях или даже даже тети лежат в разных возрах тоже головы по пояс и у них всегда очень большие познания ядерный ядерной физики да вот такие вот тоже понятно что дух у дедушки вряд ли это можно а так дух и дух может попросить обычный так далее это у нас птица петух вот значит зачем двойное назначение на вот этого держим красивый двойное назначение у него первое как и славянской мифологии в местном язычестве петух это борец со злыми силами со всякой нежитью с нечистью со злыми духами он не пускает вам в отель ваш дом на вашу территорию злых духов а порчень вида петух утром кукарекает и все вся нечисть все убегают здесь тоже самое вообще и кстати во всем мире от бразилии и латинской америки до папуа везде петух это борец со злом потому что как только кукаре кукаре качо сразу происходит день не стоит по нерази свет да когда светло уже не страшно как бы все нормально а второй вариант что дух может сказать я люблю играть петушками принесите мне петушков вот ему наносит много-много бывают домики духов где петушков стоит просто там миллиард километров вообще то есть очень много так далее я когда уже жил в таиланде и зарабатывал более-менее какие-то нормальные деньги моя бабушка все равно работала в огороде и когда ей звонил туда в россии говорил бабуля как дела она говорила что внучок срочно бросай работу на майские праздники прилетай у белгород будем сажать картоху игру бабушка давай мы купим лучше вагон картошки бабушка рио нет картошка мне не нужна я сама куплю мне перед людьми стыдно что город не копанный а вот поэтому бабушкам ставят вот это животное на тайском языке это квай водяной буйвол ведь он такой жирненький дородный потому что ну как все все должно быть дорого-богато поэтому он тоже такой толстенькой нормально питается видно что он очень хорошо вот не знаю он с этой стороны особенно толстым смотрите на поросенка больше похож это что бабуле он пахал огород сажал рис как бы что перед людьми не было стыдно то бабуле спать спокойно не будет и у нас еще в тайском языке кого и это что ругательство тайцы друг другу так ругает как у нас козел да ну примерно как у нас козел или бычара там что-нибудь такое то есть был он туповатый и вообще очень фигматичный и вот у тайцев если ты тупой то тебя могут обозвать к войну это прям совсем обидно можно даже получить по лицу за это так давай идем по порядку у нас там дальше али давай вот отсюда о дед мощный мощный седой дед ни в одну шубу него дед он значит в позе медитации сидит у него амулет какой-то и посмотрите у него такая ступка золотая с пестиком да для чего это знак и травник а он всех лечит про и зовут его откуда назван откуда название такое проман брахман а господи брааман то есть на это тайский искаженный санскрита бракман то есть это брахман это уже у нас индуизм кто-таки брахмана надо вкратце рассказать на брахман это священник жрец учитель ученый а может быть все вместе это самая высшая каста в индуизме в смысле как ты видите варна самая высшая варна в индуизме брахмана под ними ходит как мы знаем шатри то есть воины и цари или наоборот цари и воины под ними вальшки под ними шутеры это все у нас из индии то есть от шланки до бали вся его восточная является культурной колонией индийской да собственно брахманы они вообще из индии и вы видели до какого он весь такой белый он ни разу не монголоид совсем вообще он европоид на сто процентов так с брахманом вроде разобрались так следующий у нас вот такой дедуля он тех же арийских кровей сто процентов то есть они разу не монголоид совсем у него он глаза огромный я нос правильной формы в общем с виду весь такой правильный европеец это лесной отшельник это тоже тот же брахман который отрекся от всего мирского ушел в лес там живет постигает всякие мудрости дружит со зверями сильно но почему-то и том что он дружит сильно со зверями они очень часто в тигриных шкурах такая дружба сильно подружиться с тигром что это содрал с него шкуру но тигр возможно отъехал свое время и он его кинул могут забирать не жалко смысл какой это учитель йоги и медитации массажа и мудрости вообще то есть если у твоего духа отеля есть такой учитель то дух отеля будет очень сильно мудрый а ты будешь сильно богат и тогда я бы все хорошо вот бабушкам дедушкам таким таких тоже ставят и дома и в банке и на фабрике вообще везде мудрости она принципе нигде не помешает зовут его россии или реши ты сказал реши это по классическому санскриту так звучит а именно вот эти шаманы ставят домики духов чаще всего мы с женой с вероной были у такого пару раз на их там вот этих мероприятиях фоточки уже прикрепили вот вам еще одна фоточка смотрите так дальше у нас идет вот такой отважный солдат воин смотрите какой красивый видите обратите внимание на не знаю будет видно не будет усики видите усики это у нас вот такие именно усики такой формы и вот именно такой стиль изобразительного искусства это сто процентов индии индуизм вообще прям на сто процентов вообще если рамаяна открыть по мусике у всех таких качков причем мусики это у них хотите не запамятных времен исключительно не просто воинский атрибут а еще и атрибут человека в статусе потому что в индии человек с усами это обязательный человек в каком-то статусе потому что если это слуга он очень вряд ли будет с усами просто исключительно вряд ли да и у него в руке меч меч это оружие именно воина луками сражались только самая знатная знать вообще то есть делаем это рядовой военный да это просто война ни разу не знать совсем да он зачем он защищает дом от злых духов вообще от всякого плохого туда и тухом вместе не пускай вместе с петухом на так дальше дальше у нас крупный калибр змея рыноч 3 главы и с которыми лямурами сражался это королева змей нога я думаю можно про нее чуть попа подробнее он не увидите такие рога прям зубы какие три головы бывают ее там сколько угодно голов я видел наверное 30 50 примерно бывает одна они обязательно присутствуют на входе во все храмы вообще и практически во всех дольки домиков духов они тоже есть расскажешь немножко про появление но узнока это все понятно потому что сначала это было просто змея без каких-либо сомнений потому что когда мы видим во первых такую нога все читали реки тики тави надеюсь там был нога и нога и нога и нога это было кубр и кобра папа кобра и тетя кобра вот то есть змея просто вот все естественно самая страшная змея в инди это кобра она самая впечатляющая у него капюшон и вообще я такую кобра суровый что или убьет или вылечит если его правильно использовать в нужное в нужной пропорции в нужное время соответственно змея была видимо страшно почитаема в индии даже еще очень сильно до прихода вообще туда ариф то есть видим это еще место дровидийское население и местное население еще более дико этих одевайся которые там мило место они в змею всем читали ну блин кобру невозможно не уважать а ее конечно обожествили когда пришли арии то с коброй кобра трансформировалась очень не сразу но трансформировалась трансформировалась на удивительным образом слившись с рыбой личной дикой личной дикой огромной рыбы вот вам картинки этой рыбы которая проживает во многих реках в азии в юго-восточной азии в индии тоже знаю проживает короче говоря как только люди стали селиться именно вдоль рек постоянно они помимо кобр стали иметь дело регулярно вот это вот дикой тварью она в самом деле очень большая очень агрессивная и все что видит вокруг она поедает это такая прям речная верхушка пищевой цепочки там за очень редким исключением может быть какой-нибудь речной большой скат ее не боится здесь он называет королева змеи нага по-научному она называется ледяной король у нее такие усики вы на фотографии видели вот эти усики потихоньку превратились врага какие у них и были такие остались змея засветилась буддизме с положительной стороны кобра именно да когда буду медитировал и шел дождь она приползла и над ним капюшон раскрыла чтобы дождик его не отвлекал от просветления нового в индуизме вообще-то это самое то ли рыба то ли змея то ли змея рыба вот на ней лежит вишну и спит да она тащит или она не прямо на ней спит или она тащит плод из лотосов и соответственно на плоту из лотосов спит вишну и пока он спит он видит во сне нас всех а потом еще ко всему прочему мы же помним откуда вообще взялось бессмертие богов откуда извечный предвечный океан соответственно асуры и дэвы то есть противоборствующие лиги богов они его пахтали то есть взбалтывали они взбалтывали при помощи чего намотав на земную ось этого самого змея и дергали его за голову и хвост так что это вот ступа вот так вот болталась таким образом они пахтали мировой океан взбив из него напиток бессмертия амриту а мне о нем отдельно будем рассказывать на целой лекции будет про амриту вот вам сильно ранняя картинка где буду защищает пока еще просто кобра который можем точно опознать как кобру а вот вам более поздняя картинка где буду защищает в этой самой ситуации этого же буду уже королева змей нага это что произошло им дарится спустились южнее стали жить доли рек и божество стало рыбы змеей такая ситуация для чего нужно она очень страшно очень агрессивно защищает дом отель любое мероприятие предприятие помещения от злых духов и всякого сглаз глаза порчи наговоры зависть и всякое такое она все отпугивает плохих не пускает хороших пускает на входе в каждый тайский храм вообще в каждый обязательно вы увидите ногу вот вам картинок мы прикрепляем так дальше вот здесь я не очень подробно знаю сейчас расскажу что об этом говорят тайцы это красивая тетя у нее видите довольно большие познания в области разных наук она бывает голой по пояс она всегда красивая всегда богатая вся в золоте и вот вот тут у нее вмонтирован шланг это ее коса она ее выжимает выкручивает тут вмонтирован шланг и отсюда вот всегда вытекает водичка это очень маленькая версия не есть очень большие даже есть которые сидят прям такой типа как маленький бассейн там плавают рыбки и всякая рясочка и вот эта тетя очень большая сидит и у нее отсюда течет прям много воды ну так вот у нее льется отсюда массово водичка для чего это нужно во первых вот у нас отель но мы решили про пельда не про фабрику завод про пель вот у нас отель полный всегда у нас духе все богатые умные у них советники танцовщицы там наложницы подарочи есть да даже врачи и у нас все хорошо идет бизнес и нам завидуют все соседи завидуют из-за этого что происходит за этого отель и все вокруг и мы сами греемся от зависти от зависти чужих людей мы греемся ту становится горячо потому что все вокруг делают вот так и вот эта тетя она выжимает свою косу и водой который льется из косы она охлаждает сам наш отель и ситуацию вокруг него то есть по сути все сглазы порчи и зависть она смывает вот эта тетя здесь называется мать-земля вот про это я не знаю расскажи пожалуйста о это как мы понимаем очень очень древний феномен смысле религии потому что мать царая земля мать-земля это же просто по моему почти каждой религии есть международная то есть я затрудняюсь сказать какой религии ты самая этого образа матери-земли не существует потому что если мы говорим про местное население то есть про тех кто находился под тем или иным влиянием и индийцев и индии то в индии есть две аж матери-земли есть классическая арийская предхиви или предхиви там ха видимо не читается полном смысле предхиви вот предхиви это прямой аналог греческой геи то есть олицетворение земли вообще это предхиви находилась в союзе с небом то есть небо естественно диаус петар это отец неба мужское начало оплодотворяющие потому что с нее дождь льется все видели и земля родящие начала рожать после того как дождь туда прошел вот земля начать рожать они изначально были одним целом и один один из главных богов там не непонятно по разным вариантам разные то ли варуна то ли индра их разъединил таким образом дав собственно небесный покров и земную тверд таким образом ради вообще все существующее вот есть такая такая версия есть версия что это южно индийская дровидийская мари аман значит буквально практически то же самое мать земля но там у нее есть вот эта приставка мари она означает помимо всего прочего еще и что смерть болезнь опустошение наводнение и так далее то есть это признавалось уже на каком-то более-менее развитом этапе стихийный а значит хаотической силой мы такое не любим да но при этом опять же вспомним что и вполне себе ну как сказать вполне себе благостное предтиве а в конце концов связано напрямую с чем с подземными чудовищами потому что есть и если есть земля то и одни из ее детей рождаются наверх это вот мы с вами деревья и так далее а другие вниз то есть а под землю ничего хорошего нет там шахтеры гномы потом кто еще а драконы разные змеи черти вот это все вылезает из под земли и благодаря земле в том числе потому что вот эта тетя выжимала косу и таким образом охлаждала нам отель это хорошо потому что мы все знаем что вода это здорово но вода может быть и страшной опасностью то есть что это наводнение это шторм это катастрофе нами катастрофические цунами дожди которые вызывают оползни сели ли и так далее жуткое опустошение то есть напрямую с этой самой с матерью земли связана легенда о рождении кого рождение в ритры то есть того самого змея которого каждый год на новый год индора вынужден убивать чтобы он просто все вообще не уничтожил почему такое в ритр это преграда потому что ну это просто прямой перевод с древнего санскрита в ритр это преграда преграда чего потому что это вода выступала на каких-то очень-очень-очень давних этапах развития человечества чем преграды потому что если ты видишь море ну понятно что все там уже его не переплыть ничего для нас пути конец пути все это преграда и вот что в ритру индра убивает и из этой преграды рождается что опять же все что есть во вселенной он его просто выпустил потому что преграда рухнула вот такая вот неоднозначная тетя хотя изначально повторюсь это просто олицетворение матери земли из которой все родится и судя по всему местные то язычники изначально были уверены что это просто вот тетя которая родит ну на далее опять ни разу не манговоидная тетя опять чистокровные у нас арийцы вот такая тетя смотрите очень богата она украшена она вся вон там в перстнях в жемчугах салию дело какое этот шелковый соронг у нее и она сидит смотрите на бутоне лотоса бутон лотоса это у нас процветание да это еще до буддизма это тетя делает вот такой жест здесь в югоосточной азии вот так делать нельзя это оскорбление есть много версий мне сказали что вот так ты что-то забираешь таким образом хотя почему так нельзя забирать знаю но здесь такое поверье то есть она зовет в ваш отель клиентов постояльцев деньги удачу здоровье добро и все все остальное прям загребает почему она сама богатая потому что кто пойдет бедные тети которая зовет не никто не пойдет и как бы посмотрит тетя вся сидит нищая в оборванкой тебя зовет зачем я лучше не пойду я пойду вот к такой понятно чем она богаче тем больше людей интересуется и пойдут туда куда она зовет так с этим тоже разобрались дальше переходим уже к инструментам это одновременно и дары инструменты тут уже все поинтересней вот такой ребеночек тоже очень богатый весь в драгоценностях мешочек у него золотом шелковый соронг у него бус вон миллион весь прям обмотанный бусами not даже его монголоидом назвать довольно сложно он слишком белый значит у него тут на лбу посмотрите это рок с головы королевы змеи наги называется уналон символ просветления развития процветания да это что такое это у тети был выкидыш или сделали аборт и она боится что дух младенца останется с ней а со временем он станет злым духом начнет питаться ее здоровьем и удачи и хорошим настроением будет отпугивать от нее дядь например у нее дядь никогда не будет или даже не даст появиться новым детям потому что ваш ребенок уже есть вот он с вами летает в виде злого духа и других детей у вас не будет никогда для этого есть буддистская церемония тетя должна пройти в храм специальным монаху сделать специальную церемонию которая называется на санскрите на мон садок а это отдельно да я думаю надо рассказывать час мы не про буддизм и она идет к домику духа есть специальный дух в каждом районе который вот именно занимается только этими детьми но также можно к духу нашего отеля прийти до к домику духов отеля посадить до этого куколку и сказать что сынок теперь ты вот вот ты это вот ты вот вот теперь это ты и ты живешь вот с этими со всеми товарищами с петухами с бабушками там со всеми остальными вот здесь это твой дом вот твои танцовщицы вот твои подарки вот твои игрушки мармеладки конфетки шоколадки за мной никуда не ходи дома у меня не живи но тут интересно а значит во первых я не стал покупать все варианты они из двух полов это матч . но это понятно чтобы выкидыш или аборт по можно было определить там как-то да если был аборт на очень ранней стадии ли выкидыш я спросил у продавца как определить она сказала надо сесть медитацию и тебе голос скажет вот девочка или мальчик понятно но есть негативная версия черная тоже девочка и мальчик как думаешь всем связано но с тем что белый это красиво хорошо здорово и добро черный некрасиво не здорово и зло нет ащина версия хорошая это опять культ белой кожи если у смогу и тети был смогу и дядя то ребенок у низкой все будет смуглый вот такого вот подставлять нельзя потому что тут душа смуглого ребенка не может жить в белом теле это некошерно вот если тетя смогу и а вот большинство например местных жителей которые здесь нас на острове окружают они очень смуглые потому что у них очень большой признак признак примесь примесь негроидных кровей да поэтому своим абортированным или умершим детям или выйти дышим они будут покупать вот такие смуглые куколки тут прям кубер смуглый такой да вот это культ белой кожи расизм то есть им такое не положено а если ребеночек было смуглый вот пусть в таком смуглый кукол в такой живет но помимо способа убрать от себя этого злого духа да это еще и инструмент а потом этому ребенку вот ты его поставишь смотри вот все живи здесь да вот он живет ты ему регулярно там конфеты жувачки куколки машинки красненькие ставишь все всякое такое со временем ты его можешь о чем-то просить например полете в домодедово навести нашего друга водолея и нашепти ему на ушко чтобы он например что скинул нам денег на карточку быстрее снова увидел что причем можно сделать привороты можно сделать порчи сглазы например чтобы полететь деревне петровка чтобы юлия иванова на меня запала обязательно вот еще мармеладок западет еще мармеладок те дам и куплю олега на это я сейчас не шучу и не утрирует действительно что так и происходит то действительно покупает лего покупают машинки покупают мармеладки мороженки и все остальное и можно использовать его как черную магию то есть полете и в деревне петровка там в третьем доме слева живет дядя петя пожалуйста подстроить так чтобы у него отказали тормоза на мотороллере и он расшибся и это все есть это происходит постоянно то есть они друг друга и заказывают тоже с помощью этих абортированных детей получается да а просто духу домика можно предложить такое сделать смотри дух домика может быть с высокими моральными принципами его не как да есть и будьте саду и отказываются такое делать потому что это неправильно а есть духи которые да давайте я как раз поэт моя специальность и вот тут допустим на острове панган все знают что есть надо заказать кого-то вот к тому духу а если приворожить тетю вот кому духу а если приворожить дядю к дяде не знаю далее духу скучно сидеть дома допустим вы закрыли хотел ваш и уехали на месяц путешествовать куда-нибудь да например в солнечный барнаул отдохнуть от тропиков вот духу нужно развлечься куда-то сгонять по своим делам отдохнуть попутешествовать есть гости к другому духу для этого у нас есть разные виды транспорта есть такие лошадки вич тоже все богато очень украшено есть ездовые слоны естественно как и везде в азии на слонах ездят и насколько понимаю это новая мода но почему-то очень многим духом именно этот вид транспорта нравится очень многим зебра зебра по-тайски называется ма-лайн ма это лошадь line линия лошадь линия лошадь вот недалеко от бангкока у нас сожалению нет ни одной фотки на трассе от айтаи в бангкок если ехать там есть домик духов который на очень на чем-то очень важным специализируется дух который в нем живет там этих зебр стоят тысячи реально просто вот тысячи к сожалению я много раз прижал мимо ни разу к сожалению исход ну опять же эти все транспорты тоже можно использовать для заказа то есть привороты сглазы порчи найти друга передать ему весточку допустим потерял связь одноклассником не знаю как его найти в фейсбуке вот тебе салоник скачи скорее всего он живет в бангкоке но это не точно ищи его найдешь я тебе подарю там то что ты любишь да вот это вот это вот это еще еще слона еще слоников подарю да и нужно упомянуть еще один вид куколок которых у нас сожалению тут нету но мне есть фоточка правда у нее там нос отбит этого это я видел ее кто-то выкинул значит она похожа вот на этого черного мальца но смотрите у мальца корона до золотая и он вообще весь такой богатый а там немножко по-другому там кучерявый негритенок прям совсем кучерявый да тоже есть девочки мальчик у них обычно красный не золотой а красный мешок или за спиной на плече или в руках большой мешок чего-то это специальный вид куколок это слуги которые не по дому убирают не танцуют развлекают они бегают по окрестным лесам полям озерам и все что есть вкусного хорошего все несут домой а это у нас исторически прям прямой от отклик на заселение повторное заселение восточной азии монголоидами чуть поподробнее расскажи пожалуйста нам у нас сначала юго-восточной азии если вы прослушали наш первый курс сначала как и везде выход из африки заселяли выход из африки которые сначала дошли до средней азии потом и средней азии дошли до индии потом из индии дошли в конце концов уже на сюда и до китая а и были ну что они были негроиды черненькие они были очень сильно смуглый как раз кучерявыми волосами с характерными носами губами ну конечно не такие как негры которых мы сейчас привыкли видеть каждый день африканский это было первое издание ранее может даже и пред 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 первое неважно факт том что да это были такие негроиды и вот они заселили юго-восточную азию и успели тут на самом деле много чего сделать как и в индии а потом где-то там из окрестностей алтая озеро байкал вот эти вот мест там зародилась раса точнее еще прото раса монголоидов которые стали распространять вот одни пошли через через владивосток через петропавловск камчатский через южно-сахалинск пошли один аляску и заселили америку а другие пошли ну как умные люди пошли южнее и вот они оказались часть в индии и очень большая часть в китае юго-восточной азии и потому что одна часть которая пошла в китай вернулась обратно еще раз в юго-восточную азию то есть тебе то понятно и с юго-западного китая с южного китая пошли монголоиды суда соответственно но это было где-то около ну процесс огромной растянутости просто тысячелетие это заняло где-то видимо где-то около 7-5 тысяч лет до нашей эры суда приходят и первые монголоиды предки из современных моно-хмеров а негритосы держали десятки тысяч лет да но опять же точнее не сказать и мы об этом подробнее говорили в нашем курсе про историю юго-восточной азии первом курсе можете посмотреть я очень коротко получается что процессе эволюции технической до местные негритосы сильно отстали потому что здесь очень хороший климат у нас вот сейчас возле отеля отлив если взять мешок и пойти там можно мидии собрать и устрица 100 килограмм 200 сколько купить кстати вот тут но дети мы заняты и обрабатывать эти батарею занимаются то есть ли вы не представляете это ну мне кажется метров 250 уходит вода полностью обнажается морское дно оставляю все интересное и вкусное прям вот под ногами и ты и собирай здесь всегда больше тепло и до оба очень доступны поэтому они довольно серьезно отстали в техническом плане и когда сюда монголоиды пришли представьте у монголоидов были луки и например эти копии металки да а у местных негритосов были палки-копалки и камешек в руке а он тёк-тёк по ракушке вот так делал естественно их очень быстро завоевали где-то с ними смешались где-то полностью их уничтожили выгнали и в тайских народных сказках бирманских народных сказках камбоджийских до сих пор присутствуют некие маленькие черные кучерявые человечки которые бегали по лесу и у них можно было время выменить всякого на какие-то бусинки на там ножичек да например они могли тебе принести меда драгоценных камней хорошие ценные породы дерева куски рыбку большую словить и всяко-всяко потихонечку эти негритосы здесь легендах даже превратились что-то типа этих в леших до в леших водяных то есть такие уже они стали полу мифические хотя это на самом деле вполне исторические факты то есть местные жители действительно маленькие кучерявенькие бегали и что-то манголоидом приносили вот собственно в культуре домиков духов это тоже отражено вот куколку эту фоточку пожалуйста смотрите в данный момент вот это у нас маленький кусочек информации о языческом мире вообще до языческой культуре восточной азии в данный момент из материального все что у нас есть мы вам показали но еще будет несколько серий конечно же на эту тему про домики духов в качестве вводной лекции это очень интересно почему потому что мы тут видим массу архетипических языческих каких-то фигуру например петушка или например там водяного буйвола или у слоника с лошадкой то есть у животные тотемы нормально совершенно х забыли еще извиняюсь алипсинха а лет него тоже что можно посмотреть он тоже с целью защиты от двух духов в первую очередь конечно же это индуистские строго индуистский лев так вот ко всему этому прочему правильно тут есть персонажи из индуизма то есть что лев сеньха от нога пожалуйста города города то есть жар птица по нашему да эти самые потомка как зовут типа русалок тети абсара 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 да вот опять же брахман на котором так прямо написано что он брахман то есть это не просто из индийской религии это прямо служитель индийской религии где они все находятся они находятся в услужении у местного языческого духа да то есть туда не хватало еще буду поставить чтобы он находился в услужении у местного языческого духа ну это как то уж с перебором совсем но я видел прям домики духов где четырехлики брахман поставлю это повыше стоя то есть прямо брахман один из трех главных божеств в индуизме один из три мурти стоит прямо в домике духов и, видимо, как-то там то ли духом управляет, то ли наставляет его на путь истинный, что он там вообще преслеживает за ним. Не знаю, затрудняюсь ответить. В общем, вы смотрите, что как тут сплетается чисто языческий мотив и чисто индуистский мотив, причём индуистский мотив превращённый в 100%, 400% химически чистое местное язычество. Но это потому, что всё равно, что взять у нас, например, и на службу лешему направить Богородицу. Прикольно. Вот, устроить в бане в доме Клешево, и там у него будет сидеть, значит, там лошадка, значит, там свинюшка, которая он будет, там, для него трюфели добывать, несколько крепостных крестьян и Богородица, к примеру. И две проститутки. Да, то есть вот так вот. Ну для чего? Ну Богородица, понятно, она там осуществляет какие-то благородные функции, связь там с Богом, с Иисусом Христосе. Ну духу тоже нужно пообщаться с ним правильно. Поэтому где-то примерно так было бы, вот было бы, если бы это выглядело на наших широтах. Здесь это приобрело вот такие очень-очень интересные формы. Потому что, опять же, не нужно думать, что наличие льва синьха или индийского брахмана, это прямо индуизм. Нет, не индуизм, это следы индуизма в язычестве, которые были восприняты местной языческой культурой. Причем, опять же, прошу заметить, это конкретно распространено сильнее, чем индуизм и буддизм вместе взятые на данной территории. Почему? То есть тут буддисты-то в основном все, я имею в виду, в Таиланде. Да и не только в Таиланде. Буддисты все, но они в этом вообще ничего не понимают, в этом буддизме. Как правило, 99% населения религиозно или безграмотный, или очень ограниченно грамотный. А вот насчет спросить у собственного духа, который живет в домике духов, и что ему нужно за это подарить, и какому шаману нужно обратиться, чтобы он тебе посоветовал что-нибудь с этим самым духом, это все здесь шарят. Но если не все, то, по крайней мере, большинство. Вот. Так, я еще имею в виду, что мы все рассказываем ни в коем случае не в целях агитации. Это сугубо научные наши исследования, да, и сугубо научное изложение информации. Мы атеисты, но при этом мы уважаем все религии, и ни в коем случае цели оскорбить христиан, индуистов, буддистов или кого-либо еще нашим юмором, у нас таких целей нет. Мы их не переследовали. Все только про науку исключительно. Конечно, потому что религия – это один из способов рефлексии над окружающей действительностью. Потому что пока там не придумали физику ядерную, в которой вот у одной тети были большие познания, пока не придумали астрономию и прочее, но как мог человек еще рефлексировать над действительностью? Только доологическим, магически-религиозным способом. Кто-то тетя сильно в ядерной физике разбирается. Да. Если вы понимаете, о чем мы. Ну что, на сегодня, наверное, все. Всем привет. Всем до встречи.